Встреча с Ним Вот я хочу прочитать местописание Евангелия от Матфея, 27 глава, будем читать с 15 стиха. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 15 стиха. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, сказал, «Невиновен я в крови праведника этого, смотрите вы». И отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса бил, предал на распятие. Мы читаем эту историю и читаем, что же было перед этим. Мы читаем о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим, когда весь народ полагал одежды свои перед Ним, ветви постилали, кричали, прославляли Его, и весь народ шел за Ним. Но потом за неделю буквально в мышлении народа и, может быть, и в мышлении учеников произошли какие-то перемены. И вот мы читаем, прошла буквально неделя, и уже весь народ кричит, «Распни его!» И не просто «Распни», а вызвали на себя тяжкое проклятие, кровь его на нас и на детях наших. Неделю после въезда в Иерусалим Иисус Христос пребывал в храме и много учил народ. Люди хотели, чтобы Иисус пришел и, может быть, призвал их к восстанию для того, чтобы свергнуть римлян, это иго, и стать, наконец-то, свободным народом. Но то, что говорил Иисус Христос, оно не вкладывалось в их разум. И им это совсем не нравилось. Прощать, любить. Кого любить? Этих римлян? Врагов. И вот произошла в народе, в мышлении людей такая перемена. Забылось уже, что Иисус Христос сделал. Не хотелось идти туда, куда Он призывал. Но в Боге перемены нет. Как в то время Христос говорил о любви, говорил о прощении, и прощать и друзей, и врагов, любить и друзей, и врагов, так и сегодня Он говорит. В то время иудейский народ отверг Иисуса Христа. И сегодня мы Церковь Божья. Знаете, хорошо в жизни, когда мы пришли к Богу, покаялись, на сердце покой, радость. И кажется, ничего не может уже выбить из этого состояния, вот быть всегда в общении с Иисусом Христом. Но проходит время. Проходит время. Проблемы, которые окружают нас, они никуда не уходят. И мы забываем, почастую, о том, что Бог призвал нас к послушанию. Иисус Христос сказал, кто хочет идти за Мной, отвергни себя и следуй за Мной. Разумом понимаем, а сделать тяжело. Но вы знаете, то, о чем мы поем, оно связано и с тем, как мы живем, что мы делаем. Иисус Христос нас призвал в радость, и Он сказал такие слова. Царство Небесное, оно не пройдет каким-то приметным образом. Потому что Царство Божье, оно внутри вас есть. И это не зависит от тех обстоятельств, которые вокруг нас. Царство Божье, оно внутри нас есть, если оно есть. И сегодня Бог не изменился. Как в те времена Иисус призывал к миру, любви, прощению, так и сегодня Он призывает и нас, детей Божьих, именно к этому. И печально видеть иногда, осознавать, как христиане машут рукой и говорят, отстаньте, не трогайте, отойдите от Меня. В этот момент я, кто бы так ни поступал, он подобен вот этим людям, которые говорят, дай нам варраву. А куда же Христа? А Христа распни. Сегодня мы вспоминаем с вами страдания нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы вспоминаем, и хотелось бы, чтобы мы заглянули каждый в свое сердце. Где оно? Кому оно принадлежит? Кого мы хотим, чтобы Пилат отпустил? В конце концов, Христа? Иисуса Христа? Или варраву? Если варраву, мы все снесем на своем пути. Наша правда, наша справедливость восторжествует, но Христа не будет рядом. Пусть же Господь благословит каждого из нас, чтобы оставаться с Иисусом Христом и в вечности с Ним встретиться. А» Ним. Продолжение следует...